Кредитная карта от Сбера с льготным периодом в 120 дней. Идеальная кредитная карта? Я протестировал карту, разобрался в условиях и прочитал сотню отзывов. И теперь готов вам рассказать, стоит ли верить хвалебным оценкам. Всем привет! Вы на канале ВЗО, меня зовут Ярослав. Поехали! Одна из первых фраз на странице карты говорит о том, что пользоваться ей просто, бесплатно и навсегда. Что бы это ни значило, кредитная ставка якобы самая низкая на рынке. Кредитный лимит аж до 1 миллиона рублей. Льготный период тоже весьма неплохой. 120 дней. Пройдемся по каждому пункту. Выпуск и обслуживание карты, а вместе с ним СМС и пуш-уведомления действительно полностью бесплатны. И Сбер пока не планирует водить за это оплату. Так что можете не сомневаться, никаких подводных камней здесь нет. Второй момент. Самая низкая процентная ставка. 9,8% пользователей карты отдают за онлайн покупки одежды, техники и других товаров в проекте Сбербанка. Мегамаркете, он же бывший Сбер Мегамаркет. А также за покупки в аптеках и прочие медицинские услуги. На все остальные операции, включая перевод и снятие наличных, действует единая ставка в 27,6%. Для сравнения, ставка по Тинькофф Платину начинается от 12% на покупки и от 30% на перевод и снятие наличных. Ставка на целый год без процентов по Альфа-карте составляет от 11,99%, но в среднем выходит где-то 27%. Если честно, то мне больше нравится ставка Сбера, так как она четко определена, пусть и кажется несколько выше, чем у конкурентов. Да и вообще, если честно, абсолютно не важно, какая кредитная ставка у вашей карты, если вы не выходите за рамки льготного периода. Кстати, о льготном периоде. Беспроцентный период начинается с 1-го числа каждого месяца и длится 120 дней. Как это работает? Вы оформляете карту 2-го октября, получаете ее 5-го, а первую покупку совершаете 10-го октября. Но эти даты никак не влияют на начало льготного периода. Он в любом случае будет отчитываться с 1-го октября. То есть покупки за октябрь вам нужно будет погасить до 29-го января 2024-го года. Главный плюс такого подхода – ежемесячно обновляемый льготный период. Независимо от того, погасили ли вы долг за первую покупку в октябре, долги за ноябрьские покупки вам также нужно будет погасить за 120 дней. Например, с 5-го ноября по 4-е марта. Даты каждого платежа можно отследить в приложении Сбербанка. Минусы, конечно, есть. Первый. Каждый владелец карты обязан вносить минимальный ежемесячный платеж. Если не выходить за льготный период, он составит 3% от суммы долга. Если же выйти, сумма долга умножается на ставку 27,6% и делится на 12 – число месяцев в году. К этой же сумме необходимо прибавить базовый минимальный платеж. Что, если не платить минимальный платеж? Штрафы за просрочку в совершении обязательного платежа зависят от длительности просрочки и условий обслуживания пластика. В большинстве случаев начисляют неустойку в виде повышенной процентной ставки – 36% годовых за каждый день просрочки. Важно понимать, что при неоднократном нарушении сроков выплаты или при наличии длительной просрочки правилами Сбербанка предусмотрены и более серьезные санкции, вплоть до прекращения обслуживания кредитки и заявлением в суд о взыскании долгов с клиента. Второй минус – переводы и снятие ни при каких условиях не входят в льготный период, даже если вы рефинансируете кредитку другого банка. И третий – это то, что 120 дней льготного периода начинаются не со дня оформления или получения карты, и это может запутать человека. Но чтобы никто не запутался, есть мы. Подпишитесь на канал. Поговорим про страховку. Она не подключается автоматически. Найти ее можно в настройках карты – страхование владельца карты. Страховка защиты на случай критических заболеваний при больничном, онкологии, инфаркте, инсульте, инвалидности и уходе из жизни стоит 2,3% от задолженности в месяц. Страхование жизни и здоровья, которое распространяется на больничной, инвалидности и уходе из жизни, стоит 0,89% от задолженности ежемесячно. Программы страхования доступны всем в возрасте от 18 до 69 лет. Максимальный размер выплаты в обеих программах равен 2,5 миллионам рублей. Как оформить и получить карту? Оформить карту можно на сайте Сбербанка в личном кабинете, либо в мобильном приложении, а еще в отделении банка. Мы оформляли нашу карту в мобильном приложении. Для этого моя коллега зашла в приложение, открыла раздел «Кошелек», нажала на плюсик и выбрала «Оформить кредитную карту». Изначально нам предложили лимит в 80 тысяч рублей, но мы остановились на 10 тысячах. Подписали все необходимые соглашения, выбрали дату получения, кстати, страховку действительно изначально нам не предложили, и заявка ушла на одобрение. Примерно через пару минут заявку уже одобрили, а еще через 5 минут карта уже была в приложении. А вот физическая карта появилась только спустя 5 дней. Большинство отделений Сбербанка в нашем городе работают только до 6, так что было решено вызвать курьера. Но и они работают тоже только до 6. Честно, неудобно. Человеку с графиком 5 на 2 ради получения карты придется отрываться от работы. Накину сразу еще два недостатка. Во-первых, курьера можно вызвать только с 10 до 6. Нельзя выбрать конкретный промежуток, например, с полудня до 2. То есть придется весь день сидеть и быть готовым отлучиться в любой момент. Во-вторых, карту мы оформляли в четверг, а ближайшая дата доставки была только во вторник. В целом, понятно, на выпуск кредитки в Сбере уходит около 3 дней. Но немного странно, что крупнейший банк страны до сих пор не научился выпускать кредитки день в день. Ну или хотя бы на следующий день, как это делают, кстати, его ближайшие конкуренты. Как работает карта? Да нормально она работает на самом деле. Если вы хотите посмотреть, как какой-нибудь банковский продукт срабатывает один раз из пяти, то просто купите себе платежный стикер. Ну или посмотрите наше видео про них. Но если вы хотите оплатить товар в магазине по QR-коду SPB, то у вас ничего не получится. Такая возможность технически не реализована. Может быть тогда лучше перекинуть деньги на дебетовую и оплатить с нее? Ну, не стоит. Вы же не хотите платить по 27,6% годовых за перевод? Кстати, я об этом еще пока не говорил, но помимо ощутимой процентной ставки за переводы и снятие, есть еще и комиссия в 3%. Минимально 390 рублей. Есть ли еще недостатки у карты? На мой взгляд, есть и весьма ощутимый. Великая и ужасная программа «Спасибо». Никаких настоящих рублей кэшбэка. Только до 30% спасибами в магазинах-партнерах, в которых эти же «Спасибо» и можно тратить. Есть, конечно, неплохие предложения вроде «Самоката», «Сбермаркет», «Бургер Кинга». Кстати, небольшое отступление. Дальше я ругаюсь на программу «Лояльность и спасибо». Но стоит отметить, что при минимальных картах по моим дебетовым картам я все равно регулярно набирал баллы, чтобы оплачивать чеки в «Бургер Кинге». Так что какой-то плюс в этом все же есть. Но все же хотелось бы тратить кэшбэк на все, что душа пожелает. Опять же, почти все банки России уже давно отказались от таких программ «Лояльности». Но в «Сбере», похоже, очень любят традиции. По-другому я это объяснить не могу. Благо, альтернативу можно найти любому банку. В «ЭЗО» регулярно составляют рейтинги лучших финансовых продуктов. Лично их тестируют и составляют обзоры, чтобы каждый мог выбрать кредитную карту, предложение по ипотеке или автокредит, который устроит лично его. Ссылка на сайт в описании. Я не давал какую-то конкретную оценку на протяжении видео, но сейчас могу смело сказать, что я бы поставил этой карте 8 звезд из 10. Условия максимально прозрачные, невозможно случайно подключить доп.услуги, льготный период понятный и достаточно длинный. Минусами для меня стали невозможность беспроцентного снятия наличных и переводов, а также устаревшая программа «Лояльности. Спасибо». Но, тем не менее, теперь это одна из моих любимых кредиток, наравне с целым годом беспроцентов от Альфы. Кстати, видео с полным разбором условий в описании. У вас может быть другое мнение, поэтому обязательно поделитесь им с нами в комментариях. Заказать эту карту можно по ссылке в описании, а поддержать наш канал на...